всем привет немножко жизни в турции расскажу то чего нет в турции что в турции по-другому отличается где-то от нашего сразу скажу что я живу в стамбуле в других частях страны провинциях различных городах с этим что я буду рассказать может быть немножко по-другому это не прям для всей страны потому что регионы разные привычки людей поведение культуры тоже разные первое это точно здесь нет новогодних праздников как у нас на новый год турки отдыхают один два дня как правило только 1 января на второе на 3 все уже работают если это попадает 1 2 января суббота воскресенье получается просто ты суббота воскресенье просто идешь 3 числа в понедельник на работу но отдыхают здесь типа новогодние праздники на наш манер долгие на 10 дней примерно это курбан байрам это религиозный праздник он бывает раз в год это праздник мусульман в этот день очень похож на наш новый год по сути да не и кушаньем убранством всем прочим про сам праздник не буду рассказывать посмотрите в интернете этого навалом информация традиции свои да то есть все едут навестить семью родственников встретить праздник вместе объединение семей это очень семейный праздник самые семейные вообще в принципе курбаны первые два дня курбана это самые семейные дни вообще в стране в турции воссоединение семей типа из разряда люди других стран кто куда-то уехал за границу возвращается в трусу к родственникам навестителей кто-то есть своим родственникам за границу куда-то короче воссоединение семейное отдых на 10 там али от 12 дней так что такая по количеству отдыха дней вот курбан байрам этот праздник замена нашего нового года можно выразить что интересно я до сих пор в этом до сих пор я в этом иногда путаюсь по привычке как у нас например в россии в других странах снг бывших у нас здесь в турции нет по-другому считается это же с нулевого не с первого 1 2 3 там так далее а с нулевого то есть здесь называется это земельный этаж то есть где почва да то есть у нас это первый этаж здесь это считается этаж ноль цифр этаж в нашем исчислении второй этаж у них это первый и так короче по одному добавляете вверх идут этажи то есть если вам говорят поднимись на четвертый этаж то в нашей мере исчисления это будет считаться пятым но таблички кнопки в лифте так расписаны по правилам турецким то есть есть ты хочешь выйти скажем так во двор на улицу в подъезд выход на улицу из дома это ноль и везде в лифтах здесь есть нулевой этаж того чтобы был просто один циферка сразу здесь такого вообще нет и приобретая квартиру очень многие на это обращают внимание квартиры на нулевом земельном этаже очень часто подешевле чем остальные этажи повыше именно здесь вопрос климата да не то это в стамбуле вот так других многих городах но не во всей стране именно по цене почему потому что зимой сырость дожди и зимой нулевой этаж он очень холодный как правило да или ты тратишь много денег на его отопление очень много тепла из бетона уходит в грунт сырость постоянная грязь дожди или балкон у тебя есть заливает так далее зимой это не очень комфортное жилье не очень многие хотят там же но летом это класс когда тепло сухо растения зелень вся прочая очень многие люди на балконах эти турки любят пользоваться балконами раньше рассказывала кушают живут собственно балконах прием пищи позагорать посидеть все как прочее просто понаслаждаться чаек попить это как мансарда считается да то есть зимой не очень летом довольно таки приятно зимой очень холодно и очень многие турки не выбирают нулевой этаж для жизни а вот например 1 2 и так далее нулевой этаж выберут если там классный балкон большой то есть вот этим зазором на лето на удобство на чаепитие завтраки вот эту всю жизнь но это же от вида жильцов зависит молодая как это прогрессивная рабочая семья навряд ли они там будут на это обращать внимание будут наплевать них не будет время сеять на балконах то они будут работать дома не находиться и так далее но в общем считается здесь это же с нулевого они с первого и во всех административных зданиях в больницах и везде вот сколько живу не припомни ни одного сетевого супермаркета продуктового до 24 на 7 чтобы он работал круглосуточных здесь нет заведений супермаркеты продуктовые всякие они закрываются в 9 вечера и и либо в 10 вечера ну от сети зависит в среднем с 9 до 9 они работают или с 10 до 10 если они какому-то там за торгового центра у какому-то принадлежат зданию которая гораздо дольше работы до 12 ночи окей может быть но не 24 на 7 круглосуточных магазинов сетевых здесь нет в стране еще есть например сети магазинов бил у них есть объединенный перерыв не помните сколько типа условно сейчас там 15-30 минут потому что у них очень много религиозных сотрудников еще многие все выходят не только на обед а помолиться на время обеденной молитвы других супермаркетов продуктов мигра шок на помираю сбер такого перерыва нет в обед у них чистого это как бы обеденный перерыв считается но в основном используется кто покушать а кто-то помолиться в это время также взамен этому 24 на 7 супермаркетов нет здесь есть маленькие мини-маркеты мини-маркет называется бокал это еще называется это маленький магазинчик ларек частный под твоим домом где-то да возле твоего дома вот на территории жилищных какой-нибудь прям ларек можно называть киоск еще проще но это магазинчик маленький-маленький там условно комнатка там пять на пять такого рода там все подряд и продукты питания сигареты орешки чем скажите вы может пригодиться в дома чтобы ты далеко не ходил в супермаркет вот такие очень часто заведения бокала не работают могут круглосуточно могут продавать алкоголь из них есть лицензия и могут даже нелегально продавать короче говоря там всегда все намного дороже чем в магазине потому что не 24 на 7 или они очень допоздна до часа до двух ночи то есть они сами частники делают себе нормированный график своей работы это очень удобно еще у нас есть часто сервис ты можешь позвонить тебе даже домой принесутся твой заказ ходить за ним не нацию например ночью тебе сигареты приспичила там его ты пьешь чипсы еще что-то или это утром встал тебя нет сыра молока на завтрак что-то магазин например супермаркет с 9 работу с 10 еще ничего не продается а вот этот работает да или он 7 утра откроется закроется 12 ночи вот такое может быть 24 на 7 супермаркетов продуктовых я вообще чуть не припомню вообще не видела они всегда здесь работают сетевые маркеты продуктового до 9-10 хочу отметить что рестораны и заведения здесь работают если это примерно до 12 ночи если есть алкоголь пьянки-гулянки до часу до двух ночи в частном порядке если ты там откупил свадьба хоть до утра пожалуйста но всякие клубы ночные заведения именно ночные клубы бары они практически там до 4 до 5 утра там до последнего клиента они работают также как и везде во все в мире но именно рестораны поужинать это где-то 12 ночи час-два ну два это прямо обычно все уже в два закрываются или даже просят клиентов уходить по мою после двух закрываемся а про полицию хочу отметить что например стамбуле очень многих других городах крупных полиции на дорогах здесь нет здесь нет такой системы дпс ников назовем тогда у нас есть трафик по листа когда трафик то когда авария произошла не там движение разгоняю до регулировщики пробки всякие вот это все дорожно есть такая полиция они могут быть ездить проверять или смотрят едут по выделенки которые например да для автобусов и для скорых какие-то то есть правила нарушения такого что стояли с палкой ловили там устанавливают этого ничего здесь нет все нарушения пристегиваешься нет нарушения скорости все по камерам по крайней мере в стамбуле в анталии так далее полицейских на дорогах просто тупо нет когда ты можешь увидеть полицейских на дорогах это въезды в города населенные пункты крупные так далее это уже жандармерия жандарма называется то есть назовем так деревенская полиция за большими городами жандармерия любят проверять особенно ночное время паспорта пожалуйста кимлик документы на машину остановить но ночью в населенный пункт заезжаешь на небольшой какой-то не в город огромный очень часто проверяют кто куда ночью ну типа аля криминал всякие короче могут показать попросить открыть багажник проверить что-то окей и еще единственное что вы в стамбуле где-то в крупных городах увидите когда полицейские могут останавливать или увидите пост обычно это несколько сразу машин это особое положение то есть пришла какая-то разнарядка наводка на определенную марку машины на определенный цвет назовем так ловит террористов скидывают вот это как называть по-русски забыла слово на языке вертится ориентировка когда у них есть назовем так определенный заказ на определенную марку модели машины ее цвет и они то что вы будете видеть что они за очереди вообще всех на этих машинах этого цвета все вряд будут стоять одинаково не останавливают всех а всех проверяют там есть какие-то подозрения на водителей там каких-то в общем поэтому большая проблема очень часто выпивают за рулем неправильно водят плохо здесь вообще культура вождения отвратительная в турции подрезают правил не соблюдает число плохо вводят свободно очень грубо и есть в стамбуле за рулем а это трэш вообще свободно себя можно чувствовать за рулем в провинции за городом маленьких населенных пунктах то папа спокойнее потом тоже знаете на дорогах тогда очень много без правил точно также тормозят тупят они так быстро сориентируются переключаются на дороге знаете такая деревенская дорога я имею ввиду маленький населенный пункт не такие у них резкие реакции когда стабули например это жесть вообще обматерить обругать там женщина-мужчина никому ничего не важно сексизм за рулем здесь вообще типа или женщина с гранатой за рулем обезьяны с гранатой это та история здесь это тоже все очень любят говорят короче это еще похлеще чем в россии происходит так что ну такое себе короче говоря про патриотизм и нам его в курсе что часто когда приезжаете в турцию эти флаги везде развешанные очень любят турки свой флаг вот к нему особенно относятся и закона что нельзя как-то унижать оскорблять флаг плевать на него сжигать топтаться ногами унижать как-то и так далее за это есть все уголовная ответственность даже не административная уголовка но если как можно понять что в турции какой-то государственный праздник все вывешивают флаги конкурс у тебя по его нет но если ты патриот любишь свою страну у всех есть заколом закрома скажу так шкафчики дом флажок на работе на машине на окно у себя дома на балконе или просто на форточку вывесить флаг то есть если ты видишь что флаги вокруг что много красного значит какой-то праздник происходит не обязательно это выходной день просто чет празднуют какой-то государственный праздник есть это вообще стандартно и между домами очень часто госучреждения обычные жилые дома ситы какие-то комплексы между зданиями натягивают граммедные флаги там по 20 30 50 метров из разряда величиной там с 10 этажный дом стоит рядом между дверь допустим две десяти этажки назовем тогда и прям по их росту между ними натянута будет там короче канат будет висеть флаг а вот от потолка это десяти этажки десятого до первого этажа до пола фактически там не доставая чуть вот такие огромные масштабы из такой флаг видите большой между зданиями блин большой государственный праздник стране происходит молодцы чё патриоты умнички меня вообще приятно посмотреть короче говоря это это поддерживает такую инициативу и последнее что хочу сказать два про тоже мото и транспорт в турции не во всей мы беремся теплые зоны стамбул в том числе то есть есть же у нас еще и если вы не знали горы где постоянно снег где очень холодно минус 20 и там это не та история там этого не касаемся где холодно зимой там где где-то погода типа аля минус 5 опускается зимой до минус 5 вот это все туда до части турции это большинство страны так вот мото мотоциклы мото сервис мото доставка у нас это смотришь мото потому что мотор это не называют просто мотор короче дали машина раба из мотор мотор это значит мотоцикл мопед вся вот эта история все вот такие вот вещи так вот вот это мото сервис доставка все прочее фактически круглый год если там до минус 5 дорога позволяет короче асфальт есть или дожди не важно мотосервис либо это байкеры сами ездят да люди не машинами пользуются а мотоциклами либо иногда кто-то на зиму ставит но очень многие пользуются и зимой и всегда мото курьеры может мото доставка у нас есть круглый год короче потому что огромные пробки особенно стамбуле дешевле выгоднее по бензину чем ты ездишь на доставка какая-то большая карго машинами и последняя в турции официально нет убера но он есть немножко расскажу об этом чуть такое вроде бы как приложение работает но по факту тебе приедет равно желтый таксист не убер свободный такой ну как бы типа есть там кто подписывается просто так назовем так назовем да по нашему таксовать свободно на самом деле это те же самые таксисты в чем прикол том что в турции очень дорого открыть лицензию купить миллионы лир создать себе автопарк машины купить из-за там это только лицензировано очень трудно открыть таксопарк быть вообще владельцем такси официально неофициальных здесь нет здесь нет поднять ручку по сим афорить подвезли вот этого из из вуза личного его здесь нет здесь очень много такси и чтобы стать владельцем такси официально тебе надо очень много денег отбашлять. Это очень дорого, это пошлина и вся, и обслуживание потом дорогое. И поэтому таксисты, и набрать машины, и штат сотрудников, да, то есть таксистов, которых вы видите, это не частники, это они работают на какую-то контору, кто их открыл, короче. Часто это по районам, ну, короче, там таксисты, сразу говорю, это мафия определенная, в которую надо еще уметь залезть. Это криминал всегда, поэтому они, видите, такие оборзевшие, кидают людей, хамовитые бывают, и так далее, нагло себя могут вести. Ну, там мафия, у них всегда есть очень часто у таксистов какое-то холодное оружие, или огнестрельное даже, и так далее. То есть это довольно-таки криминальная история. И я бы, короче, держитесь, короче, сразу поосторожнее, с такими людьми, с ними надо дружить, назовем так. Тоже сильно с таксистами ругаться, они безбашенные. Понимаете, это, короче, это не тот социальный лифт, назовем тогда, работа таксистом. Там либо ушлые, наглые, какие-то мафиозники, мелкие и все прочие, какими-то задушком, короче, связями. В общем, вы понимаете, к чему я. Обнаглевшие, надурить которые могут, криминалы, короче. Так вот, про Uber. Почему в Турции по факту Uber-то не работает, его по сути-то нет? Приложение как бы есть, типа, ну приезжает к тебе желтое такси, так то же самое, таксист приедет. Почему его захватили, этот Uber-то у нас, да? Почему нет вот этого свободного посигналить, остановиться, или по Uber-у заказать себе тачку? Если он даже приезжает в не желтое такси, это все равно те же таксисты, которые в свободное время от желтого такси работают. Потому что здесь мафия определенная, люди платят налоги, очень трудно лезть в эту мафию, очень трудно за это все открыть, это очень большие деньги, это очень крупный большой бизнес. И у них очень большая внутри себя конкуренция по району, там всяко-разно, по махале каким-то и так далее. Очень все здесь четко. Здесь очень часто на остановках, здесь там в Анталии немножко другая, может быть, здесь она кнопочка где-то вызывает. Но я про Стамбулу сейчас говорю, у нас кнопочек здесь нет, вызывать такси. У нас есть разводящие, да, типа а-ля таксопарк, там, условно, у них точка, где они съезжаются, да, откуда заказы берут. У них есть всегда, кто садит на такси, люди, и люди знают, где эта точка, да, куда подойти, к какой-то площади, к магазину, где там будут такси всегда стоять, да. И ты не в сел в первое попавшееся, чтобы не было вот этих конфликтов всяких, прочее. Всегда есть разводилово, который отдает людей в такси, чтобы конфликтов у таксистов между собой не было, чтобы никто чужой из другой территории, территориально другого района не забрал здесь клиентов и не увез. То есть ты, условно, привез, скинул своего клиента и просто уезжаешь, лови там где-то себе на обочинах руку, там, потаксовать кто-то поднимет, подбираешь на своем желтом такси, да. Но это не частная машина, как это вот желтый так работает. Вот. Короче, это целое вообще дело, короче, за клиентов они тут в война, борьба, постоянно стреляются, кусаются и всякое прочее. Убивают друг друга. Я была свидетелем убийства, когда решали... Это вообще моя психотравма огромная, скажу вам. На моих глазах убили человека. Дележка вот этого таксопарка была. Два руководителя не могли там такси идти поделить, когда Uber заходил. Я своими глазами это вела, я очень сильно пугалась. Это просто жесть. Так вот. Ай, что, король, сейчас со мной только тут не было. Короче говоря, Uber-то почему нет? Потому что это пошлины, это... Короче, у них есть большая конкуренция. И тут прикиньте, регистрация какого-то приложения, тебе не надо ничего платить, то есть их вообще вот эта мафиозная вся вот эта вот казна улетает в трубу просто в один момент, да, когда ты просто простой гражданский, можешь условно скачать приложение, поехать таксовать. Вся их вот эта система рушится. Легализация денег, налогов. Короче, таксисты у нас пять лет назад, где-то шесть этой траблы с Uber-ом пошли. Вскрылись недавно документы по Uber-ом, да, то, что лоббировали их в политике в многих странах мира, и Турция в том числе, там вот этих секретных информаций, которая вышла на поверхность, что там к политикам, к Эрдогану чуть ли не к партиям, к демократу там одному приходили, типа, отпустите Uber в страну, тра-та-та-та, лоббировали всю эту систему. Кто создатели Uber-а, ничего у них не вышло, потому что таксисты здесь, я помню эти истории, они были против протеста, стрелялись там, забастовки, была жесть вообще, они отбили то, чтобы Uber-а не было. То есть, ну, запретить тоже Uber как приложение здесь тоже не могут, поэтому оно существует, ты можешь пользоваться, никто им не пользуется, здесь есть битакси-приложение свое, ну, это типа Uber турецкий, короче, но приезжают все равно те же самые таксисты, по факту, да, даже если это гражданская обычная машина не желтая, там тот же самый таксист на самом деле, простые люди туда не лезут, потому что бошку тут же оторвут. Вот такая история с Uber-ом в Турции, когда мне говорят, там Uber-ом пользуются, я такая, да, реально, тут Uber есть, да, вы еще не знали? Это не Uber, это те же самые таксисты. Так что здесь вот такая история. Напишите в комментариях, что вы еще увидели в Турции, не такое, как у нас, или чего в Турции нет, то, что есть на вашей родине, из какой вы страны, напишите, что в Турции здесь по-другому. Очень будет интересно почитать и узнать, что же вы заметили чего-то другого. Спасибо за ваши комментарии. Если вам нужна помощь меня как психолога, пожалуйста, в инфобоксе моей почты пишите тема письма психолог. Если вам нужен риэлтор, оформление ВНЖ, снятие или покупка жилья в Стамбуле, пишите в теме письма риэлтору. Я дам его контакт, англоязычного, турка риэлтора, адекватного, который не обманывает. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...